Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и отдельный привет любителям качественного легендарного рока, потому что сегодня мы будем обсуждать ACDC. Нет, не легендарную рок-группу, а в принципе полу-легендарный танк в нашей игре. Почему так? Потому что в свое время ACDC, он же AMX CDC, действительно была крутая тачка, но это было тогда, когда в принципе премиумные машины на восьмом уровне можно было пересчитать, используя исключительно две руки и этих пальцев на руках было больше чем достаточно, особенно для тех ребят, у кого все 10 пальцев были. Но иногда ребятам хватало даже меньшего количества пальцев, особенно если кто-то работал трудовиком, не соблюдал правила техники безопасности, работая со станком. Ладно, шутки с шутками, но действительно в свое время, когда машин было на уровне гораздо меньше премиумных, ACDC многие себе хотели. Ну просто на то время машина обладала подвижностью, довольно неплохим орудием, но на сегодняшний день это крайне морально устаревшая машина. Она имеет в себе время сведения крайне приятное, меньше 3 секунд, очень хорошие показатели по разбросу. Что касается ДПМ, то 2435 с учетом оборудования и амуниции, есть классное действительно время перезарядки, 5.5, 212 пробития для среднего танка в принципе достаточно, потому что некоторые танки тяжелые, имеют 220 пробития, поэтому здесь в принципе грех жаловаться. Есть средний урон в 225 и углы склонения довольно-таки классные, минус 10 и плюс 20, но что же все-таки с этой тачкой не так? Сейчас будем разбираться, почему ее никто не любит и почему никто не хочет себе его покупать. Ну начнем с того, что брони здесь нет, как видите танк полностью либо желтый, либо зеленый и в принципе на этом обсуждение можно заканчивать. Верхний бронелист 45 с учетом приведенки, ребят, это средний танк, который обладает довольно-таки крупными размерами. Промазать по нему? Ну не знаю, разве что если целиться будут куда-нибудь в другую сторону. Что касается сравнения с другими машинами на уровне, то ДПМ, ребят, действительно классный, он просто суперский, но как его отыграешь в случае, если ты крайне неживучая машина в бою? Что касается повторений на уровне, то обратите внимание, у ACDC, у FCM 50 тонн одинаковое полностью орудие по своим показателям. Единственное что, у ACDC лучше, ребят, обстоят дела со сведением и с разбросом, но в целом это в принципе две идентичных по пушкам тачки на своем уровне. Что касается подвижности, да, действительно подвижность для среднего танка очень хорошая, 60 километров, но есть ребята, которые ее повторяют и в принципе огромное количество ребят, которые не могут повторить такую подвижность. Поэтому что касается манер передвижения по карте, то здесь, ребят, все действительно очень бодро и классно. 175% в отношении доходности и, ребят, 50% побед. В принципе не удивлен, потому что машина крайне неживучая, особо много в бою вы сделать не успеваете, если не играете, как мы это любим называть, в крысу, стоя где-нибудь вдалеке и не попадаясь на глаза своим соперникам. Вот такой вот он ACDC, если смотреть на него через призму сравнительных таблиц, либо заценивая его броню. Ну а что касается того, на что он действительно способен, давайте возьмем машину и просто поедем в первый попавшийся бой. Кстати, в свое время многие говорили, что ACDC, когда появился Дракула, это бюджетная версия Дракулы для тех, кто не может Дракулу себе позволить. На сегодняшний день Дракулу себе позволить могут многие и машина довольно-таки часто появляется где-то на каких-то продажах. Поэтому в принципе на сегодня ACDC он стал еще более, ну я бы сказал, единорогистым единорогом, если можно так выражаться. Крайне редко встретишь данную машину в боях, а в принципе это не удивляет, потому что, как я уже сказал, машина на сегодняшний день уже не блистает, крайне неживучая. Отыгрывается ребятами крайне сложно, ею может хорошо пользоваться тот, кто действительно умеет пользоваться крайне слабо бронированными машинами. Вот кто любит легкие танки, то все-таки ACDC больше легкая машина, нежели тяжелая. Ехать куда-то вперед я не хочу. Сейчас пущу вот этого вот товарища, попытаюсь играть в крысу, ну просто потому что по-другому, как только ты попадаешь в прицелы своих соперников, тебя начинают разбирать. Сейчас я выехал, дал одну плюху, взамен получил две. Это я еще никуда не ехал, это я только подъехал к точке, с которой можно попытаться пострелять. Время перезарядки действительно бодрое, точность орудия действительно классная, время сведения крайне, крайне комфортное. Но ребят, приходит время, когда необходимо просто брать свои лапки в руки и начинать бодро сваливать. Потому что если вовремя ты этого не сделаешь, то соответственно сплетут лапки тебе. Валим отсюда, как говорил один мой знакомый, и попытаемся быть полезными где-то на другом фланге, хотя туда еще, блин, доехать нужно. А эта задача не из легких. В корму, понятное дело, разбирают, но поверьте мне, здесь не только в корму вас разбирать будут, здесь будут вас разбирать везде, где только будет попадать. Щеки башни, лобовая броня башни, нижний и верхний бронелисты, вас в принципе могут забрасывать абсолютно без сведения. И поверьте мне, с очень хорошей успешностью. На дальних расстояниях, в принципе, очень классно целит. Вопросов нет, сейчас немножко еще подвинется наш крушак вперед. Должен пожадничать, и я думаю, что он сейчас нас может отправить в ангар, поэтому сваливаю с точки. Таким, захватывать дальше не буду, подразнил его, да и слава богу, какой-никакой урон накинул. И на этом, в принципе, сейчас моя вся успешность сольется благополучно в... Хотел сказать, куда она сольется, но сольемся мы с вами все-таки в ангар. Короче говоря, ребят, пробивается ACDC вообще везде, просто. Он настолько большой, насколько может быть большим, он не намного меньше, чем типичные тяжелые танки на своем уровне. И я бы сказал, что светится он тоже, как новогодняя елка, поэтому ваша подвижность, это, конечно, круто. Может быть, на какие-то там полминуты-минуту это поможет вам продержаться в бою дольше, свалить куда-нибудь от ваших соперников, как это было в начале боя у меня. Но на этом, в принципе, вся история ACDC заканчивается в боях. Потому что рано или поздно вы все равно попадаете в прицелы своим соперникам, и они продолжают бодро закидывать вам урон. Ну а ваш ДПМ, как я уже говорил, реализуем только если вы средний танк будете использовать как ПТ-ху. А именно, стоя где-нибудь очень далеко, и накидывать своим высокоточным орудием на дальних расстояниях. Ну, пускай не сильно большой, но все-таки урон. Смотрим на результаты боя, хотя я сомневаюсь, что там будет чем похвастать. И попытаемся в следующем бою, в который сейчас зайдем, использовать ACDC именно как ПТ-шку. Не знаю, ребят, у меня получалось на ACDC делать хорошие результаты с большим количеством урона. В данном бою 900 единиц урона, что касается его доходности, то она спасает от того, чтобы не падать в минус. Ну а что касается, ребят, результативности по команде, то средничком. И это с учетом того, что в принципе команда не сильно бодро отыграла. Мне даже утенка кто-то подарил. Я обязательно сейчас похвалю двоих ребят из нашей команды, которые заняли первое место в команде по урону. И обязательно то же самое сделаю с ребятами-соперниками. Молодцы, красиво отыграли, вопросов нет. Ну а мы с вами берем ACDC и закатываемся в следующую катку, в которой попытаемся данную машину, как я уже сказал, использовать как ПТшку. Хотя это абсолютно неправильно. По одной простой причине, потому что каждый класс техники он должен выполнять в боях свою задачу. И задача АМХа быть средним танком. Вопрос просто в том, что АМХ с этой задачей не справляется. Понятное дело, что это далеко не Химера, это далеко не Шкода Т27. И уж точно, это не Проджета 46. Я понимаю, что Шкода и Проджета это барабаны. Один цикличный барабан, второй с системой до зарядки. А это обычная цикличная пушка. Но ребят, давайте будем говорить откровенно. Если я не ошибаюсь, за него просят 6,5 косарей золота. И вопрос очень прост. А стоит ли на сегодняшний день данная картонная тачка своих 6,5 тысяч золота? Стоит ли эта машина 6,5 тогда, когда за 7,5 можно купить Прогу периодически? Стоит ли тогда, когда за 7,5 можно купить, не знаю, того же самого Центуриона, либо кого-то подобного с цикличным орудием и скорострельным точным стволом? Нет, ребят. Мне кажется, что 6,5 все-таки данная тачка не стоит. Может быть в нагрузку к Шкоде Т56, вот прям совсем для любителей, для коллекционеров. И стоило бы к данной машине присмотреться. Она бодро поворачивается, она бодро может уходить от того, чтобы ее закрутили. Она классно бодро сдает назад, у нее хорошая подвижность. Но, ребят, все-таки это далеко не все, что необходимо для того, чтобы на машине качественно отыгрывать. Ездить на танке, на котором ты постоянно боишься, ездить на танке, на котором ты переживаешь за то, загорелась ли у тебя лампочка засвета, мне кажется, не совсем тот геймплей, которого многие хотели бы. Даже в этой ситуации, вроде бы с полным сведением, я умудрился сейчас промахнуться. Мне почему-то кажется, что все-таки это был не больше, чем подкрут от игры, но все же, ребят. Голда не спасает абсолютно, левчика пробить мы не можем. Ну и вот начинаются стандартные проблемы. Меня засветили, меня разбирают. Попытаемся сейчас воспользоваться скорострельностью, поработать по товарищу М4А1. Понятное дело, что тычку сейчас получим в ответ, но у нас были шансы его добрать. А я этим шансом хотел воспользоваться, все-таки жадность есть жадность. Хочется хоть каких-то результатов сделать в этом бою. Срыгиваем. Вот сейчас дикий фарт, просто неимоверный. Надеюсь, сейчас ВЗХ поможет мне разобрать раньше, чем я отправлюсь в ангар. Спасибо ему большое. Красавчик, молодец. Но в то же время я попадаю в засвет и отправляюсь в ангар. Какой-то, вы знаете, на данной машине вечно получается хаотичный геймплей, в котором ты постоянно куда-то носишься, пытаешься от кого-то убежать. По ПТшить тоже не особо получается, потому что не все карты, в принципе, это позволяют. На данной карте особо ПТшить даже на ПТшках сложновато. Поэтому, что смог, то сделал. Сейчас досмотрим результаты боя, ну и будем подбивать обязательно итоги. Итак, друзья, поражение 1200 единиц урона, если округлять. Один уничтоженный соперник. Что касается результативности по фарму, то с учетом прем-аккаунта за проигрышный бой 17500 серебром. Ну а что касается нашей результативности в команде по урону, то опять средничком. И АМХ, он, в принципе, отыгрывается так постоянно. Именно поэтому вы редко встречаете его в боях, именно поэтому никто не хочет его покупать. Именно поэтому, друзья, если у вас есть 6500 и вы хотите купить средний танк, то я бы вам рекомендовал потратить данные деньги абсолютно не на AC-D7. Данную машину никто не хочет брать даже на халяву, когда разработчики данную машину предлагают в каких-то ивентах, либо в игровых событиях. Что же касается того, что можно себе приобрести за 6500, так лучше возьмите себе того же самого объекта М274А. Машина крайне сбалансированная, крайне приятная. Честный обзор на данную машину вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылочку обязательно добавлю в описании. Ну а что касается нашего, уже в принципе, довольно сильно морально устаревшего АМХ, то я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Также тот же самый FCM 50 тонн, на удивление, в моих руках, а я далеко не профессиональный игрок, я не киберспортсмен, то даже эта машина все равно отыгрывается лучше, чем АМХ, на удивление. Хотя во многом они очень сильно похожи и далеко не самые маленькие средние танки у нас в игре, и в FCM тот же самый даже поболее будет, чем AC-D7. Вот такой вот он AC-D7 на сегодняшний день. Если вы за честность автора, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, пишите свои комментарии в поддержку канала. Не менее 7 слов было бы крайне приятно. Ну и обязательно, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь для вас и побежал снимать следующее видео. А вам большое спасибо за просмотр. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.